Границы территории опережающего развития на Дальнем Востоке будут расширены. Речь в частности идет о включении в ТОР большой камень участка необходимого для продолжения строительства металлургического завода. О перспективах запуска новых проектов в объемах действующих производств и о том, насколько все это выгодно краю и его жителям, поговорим с директором департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов в корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Виталием Пономаревым. Здравствуйте. Добрый день. Виталий, судя по тому, что границы ТОРов расширяются, бизнесу эти мегапроекты очень интересны. Сразу бы хотел сказать, что расширение границ ТОР это такой для нас уже технический момент, то есть действующим проектом или новым проектом, когда требуется включиться в преференциальный режим, чтобы улучшить свои экономические показатели, собственно, у нас инструмент понятен, готовим пакет документов и дальше ТОР расширяется. А вот в целом, если говорить, то действительно режим ТОР, он крайне востребован инвесторами на Дальнем Востоке, у нас практически за 10 лет, в следующем году 10 лет с момента создания первого ТОР, у нас сейчас 768 резидентов ТОР, из них в Приморском крае 178. Собственно, в Приморском крае у нас более 1 триллиона 700 миллиардов рублей запланированной инвестиций, в настоящий момент уже 330 миллиардов вложено. Это самые разные проекты, там, включая нашу мегаверфь ССК «Звезда» и заканчивая проектами небольшими, это индивидуальные предприниматели, которые реализуют небольшие производства, но в целом это все как раз формирует тот пул инвесторов и резидентов, которые, собственно, продвигают наш префрежим. Территория опережающего развития, ну и не забуду сказать про свободный порт Владивосток, все-таки это два таких, скажем, драйвера развития экономики в целом на Дальнем Востоке и в Приморском крае в частности. А вот те первые компании, которые 10 лет назад заходили в ТОР, были дебютантами, в общем-то, первопроходцами, они сейчас остались? Как у них дела? Ну, мы говорим про разные ТОРы, да, у нас там на первом этапе было три ТОРа, два ТОРа, потом три, потом четвертый ТОР создался. Судьба разная, были проекты, которые, ну, собственно, заходили попробовать, что это за режим, были проекты, которые понимали, что они делают, были проекты, которые присматривались и заходили чуть позже. То есть судьба самая разная, ну, наверное, первая площадка, это все-таки ТОР Надеждинская, бывшая сейчас ТОР Приморья, это промплощадка, собственно, по ней можно посмотреть, что, собственно, случилось за это время, там, начиная от строительства завода ДСК Приморья, завод крупнопанельного домостроения, который сейчас компания ДНС использует при строительстве своих жилых микрорайонов. Также есть проекты, которые заходили, но строятся медленно, там, ну, наши, скажем так, крупные приморские предприятия. Вот, есть те, кто как раз смотрели, как развивается площадка и заходили уже там, ну, через 2-3 года, но при этом быстро развивались. То есть там у нас есть пример компании «Русский Ментай», которая заходила под строительство инвестиционных квот, есть компания ДКС, это новосибирская компания, которая производит электрооборудование и проводку, все, что с этим связано. Они, собственно, присматривались, но потом очень быстро свой проект реализовали, то есть построили предприятие по производству соответствующей продукции. Поэтому резиденты разные, с разными целями входили, с разными планами, но вот что есть, то есть. Предприятие строится, предприятие вводится, рабочие места создаются, новая продукция выпускается. Вы говорите, расширение границ – это чисто технический момент. Даже Москва не резиновая, а торы резиновые? Ну, у нас был в свое время концепт, чтобы торами накрыть весь Дальний Восток. То есть торы, спы, без разницы, чтобы льготный режим предпринимательской деятельности действовал на все территории Дальнего Востока, чтобы этот бюрократический путь не усложнять и не затягивать сроки, потому что инвесторы иногда хотят реализовать свои проекты максимально быстро, но нужно, чтобы они были в границах. Поэтому была такая идея, наверное, она бы еще больше привлекла сюда инвесторов, но пока она подвешена, потому что там много вопросов бюджетных, в том числе вопросов согласований. Поэтому в рамках каждого субъекта расширение возможно. У нас по закону территория опережающего развития – это часть территории субъекта Российской Федерации, поэтому, наверное, ограничение – вот это основное. А так в целом, понятно, что есть еще земли специального назначения, природные парки и так далее, и так далее, то, что на нас вкладывают ограничения. Но нормативно то, что нам помешало бы инициировать расширение границ, ну, таких ограничений у нас практически нет. То есть заходит проект, мы оцениваем его, дальше идет согласование с регионом, с Минвостоком, ну и дальше уже пошло по федеральным органам. Вы как-то отбираете резидентов или вы принимаете абсолютно всех и открыты для всех? Открыты мы для всех, но отбираем, но отбор проводим. Да, у нас есть требования чисто законодательные, есть требования по видам деятельности, то есть по каждому ТОРу есть перечень запрещенных видов деятельности, все остальное разрешено. Ну, вот если проект заходит с незапрещенным видом деятельности, дальше мы смотрим его формальное соответствие, то есть зарегистрированный, не зарегистрированный на границах ТОР, минимальный объем капиталовложения должен быть 500 тысяч рублей, и смотрим дальше уже саму, собственно, экономическую модель, насколько она обоснована, скажем так. Ну, если резидент заявляет, что он там за миллион рублей построит завод, ну, наверное, у нас вызовет это сомнение. Поэтому мы смотрим адекватность, помогаем скорректировать пакет документов. У нас рассмотрение формально занимает по закону 15 дней, но мы обычно в 10-12 дней укладываемся, потом уже резиденту будущему направляется проект соглашения, он смотрит, согласовываем. Ну, и в принципе у нас, опять же, мы для себя поставили срок, представление статуса 30 рабочих дней, но обычно укладываемся меньше. Недавно в Приморье через суд было расторгнуто соглашение с одним из резидентов. Я напомню, компания обязалась построить базу для выращивания гребешка и трепанга в ТОР «Большой камень» и инвестировать в проект 142 миллиона рублей. Однако не выполнила эти условия. Может ли эта компания претендовать на участие в ТОР в каких-то других проектах? Насколько велик ущерб, я не знаю, от того, что не выполнила компания эти соглашения? И, главное, есть ли какой-то механизм защиты от подобных недобросовестных резидентов? Ну, давайте так, на две части разделю вопрос. Наверное, с конца начну про добросовестность и добросовестность. Здесь мы такими категориями не аверируем, потому что все-таки для нас резидент, если он прошел наш отбор, мы считаем, что он достоин того, чтобы реализовать проект в наших прехрежимах. Добросовестность там уже определяет суд в этом случае, то есть насколько были заявлены параметры и соответствуют ли они тому, что было сделано. И второй момент, который хотел бы сказать, для нас расторжение соглашения – это крайняя мера. То есть мы всячески пытаемся содействовать резидентам реализации их проектов, и у нас там право дано федеральным законам на контроль за соглашениями, мы, соответственно, такой контроль обеспечиваем. Если увидим, что резидент нарушает что-то, мы уведомляем, помогаем устранить нарушения, то есть мониторим на всем ходе реализации инвестпроектов. Под особым контролем, да, у нас резиденты, которым мы предоставляем земельные участки и инфраструктуру. К ним особое внимание, потому что это все-таки прямые или непрямые затраты бюджета. В этом случае, да, резиденту был предоставлен земельный участок, поэтому мы его контролировали, мониторили. Вот резидент нечасто, скажем так, отвечал. Собственно, мы поняли, что проект не будет реализован. В таком случае мы предлагаем расторгнуться добровольно, то есть по взаимному соглашению. Опять же, здесь никакой обратной связи не было. Ну и как последний инструмент защиты интересов общества и государства, общества в смысле корпораций развития Дальнего Востока и Арктики, мы инициировали расторжение в суде. Опять же, по-моему, в суд и резидент не явился. Ну, вы привели единичный пример, но у нас, к сожалению, практика расторжения уже большая. Поэтому для нас это... Каждый случай, конечно, уникален, но не единичный. Но почему это происходит? Они не рассчитывают свои силы или что? Вы знаете, разные ситуации. Есть действительно те, кто просто зашли попробовать, получится, не получится. То есть зашли, получили право получить земельный участок от нас, получили земельный участок, начинают искать инвестора. Находят, не находят, другой вопрос. Не находят, ну, мы даем срок, условно, в течение года смотрим, как идет динамика, потом предлагаем уже перейти к активным действиям. Не находят, ну, мы выходим на, собственно, контроль расторжения, добровольно или через суд. Есть проекты, которые действительно хорошо проработаны, есть земля, но в какой-то момент возникли проблемы с финансированием. То есть изменилась ключевая ставка, это выросло в три раза. Уже проект, экономика не едет. Пытаются переносить сроки. Мы в таком случае идем навстречу, мы переносим сроки, ну, в разумных пределах, чтобы резидент мог привлечь либо финансирование, либо пересмотреть финмодель, либо разбить на этапы реализацию проекта. Вот есть проекты, которые, ну, просто стали неинтересны инициатору. Ну, там, уехали, переехали от этого вида деятельности, отказались. Иногда приходят к нам с изменением концепции, когда заявлялось производство, хотят теперь сделать там открытую площадку для хранения. Ну, опять же, нам, если мы даем землю, инфраструктуру, нам интересно, чтобы создавалась добавленная стоимость. Простое посредничество там в виде сдачи субаренда участков, но, во-первых, нам не нужно. Во-вторых, это, ну, крайне затруднительно с точки зрения закона. Ну, вот эта компания может еще раз зайти в ТОР с другим проектом? У нас нет ограничений. Опять же, повторюсь, у нас режимы ТОР СПВ максимально благоприятны по отношению к инвесторам. То есть легкий вход, достаточно такой, ну, ненавязчивый контроль за ходом исполнения соглашения. Чтобы расторгнуться, действительно, нужно нарушить все, что только можно. И никаких ограничений на то, чтобы повторно стать резидентом. Поэтому, да, расторгли через суд. Ну, придет учредитель, пересмотрит, там, заработает на другом проекте и придет еще раз к нам, мы ему, конечно, не откажем. Слушайте, вы какие-то очень добрые вообще по нынешним временам. Так работает система по развитию Дальнего Востока, да. Мы привлекаем всех, а уж кто сможет реализовать, ну, это у нас есть, собственно, меры поддержки для этого. И еще вот по этому случаю я в интернете нашла, что соглашение с этой компанией было заключено в 2020 году и срок действия до 2086 года. Это не опечатка? Это не опечатка, у нас в соответствии с законодательством срок действия на период создания ТОР. Соответственно, ТОР Большой Камень в 16-м году был создан и создается на 70 лет. Ну, то есть инвесторы чаще всего ставят максимальный срок. То есть почему? Потому что, опять же, передавался земельный участок. И договор аренды, соответственно, заключается на срок действия соглашения. Ну, это такие технические моменты, ну, просто чтобы понимать, чтобы цифры там не пугали, там, 86-й год и так далее. Ну, да, потому что 66 лет, это такое соглашение на 66 лет, это очень прилично. Горизонт планирования у людей такой, что 66 лет. Ну, это хороший горизонт планирования. Но все-таки, а вот когда компании уходят, на их место быстро приходят новые резиденты, у вас очередь выстраивается из желающих? В Приморском крае земля и в целом префрежимы достаточно востребованы, поэтому здесь я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы там найти. Тем более в Большом Камне, в Большом Камне, сами знаете, на источник роста в Приморском крае. И уже есть там резидент, который заинтересован в реализации проекта на этом участке. Тут я не вижу каких-то проблем, чтобы заменить. О международных отношениях хочу спросить. Губернатор Приморья во время российско-китайского экспо вот недавно в Харбине пригласил китайских инвесторов принять участие в строительстве высокотехнологичных производств в крае и заявил, что в наших торах уже реализуется 40 проектов с участием китайского капитала. Какие-то примеры, что это за проекты и какова доля иностранного капитала в них? В последнее время количество китайских интересантов очень сильно увеличилось. Интересуются, как работает наша модель по развитию Дальнего Востока, где можно интересуется, причем не только Приморским краем, а другими регионами. Но Приморский край, понятно, здесь направленность – это сельское хозяйство, логистика, где-то там сборочное производство. У нас есть примеры, порядка 40 проектов сейчас реализуются, это в PREV-режимах, ТОРСФВ. И у нас есть примеры, скажем так, успешного сотрудничества. У нас есть в свободном порту Владивосток компания «Юбоса Мотори». Это сборка китайских грузовиков, наверное, их видно и в городе, и в пригороде, там, где они стоят. У нас есть компании в сфере деревообработки, в сфере добычи и производства аквакультуры. То есть тоже китайским предпринимателям интересно. Ну, причем это как раз те, кто пришли до пандемии, скажем так, когда не было ограничений, и которые пришли, по сути, на первом этапе реализации проектов. Вот сейчас мы ждем следующую волну, собственно, которая придет. И здесь уже, да, речь будет идти о высокотехнологичных производствах. Поэтому мы здесь всячески готовы оказывать содействие. У нас под Владивостоком сейчас проектируется новая промплощадка «Западная». Порядка полутора тысяч гектар. Там запланировано обеспечение инфраструктуры. И там в том числе, ну, она уже, так скажем, спроектирована более, с учетом нашего опыта предыдущего, да, и она разбита на зону. Ну, там есть и промышленная зона, и логистика. Вот, поэтому я думаю, что там мы тоже будем предлагать китайским инвесторам, в том числе, разместить производство. А не китайские инвесторы, другие иностранные инвесторы как-то проявляют интерес? Ну, скажем так, условия сейчас такие, что не все хотят соединить конечного бенефициара, поэтому, ну, они различными инструментами пользуются. У нас, на самом деле, по закону резидентам ТОР и СПВ должно быть юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации. Собственно, оно для нас всегда будет российским. Но там у нас есть, скажем так, параметр, который заполняет инвестор. Это там участие иностранных инвесторов. Заполнили, мы знаем об этом. Не заполнили, мы про это не знаем. Ну, там, конечно, взять выписку, игры или еще что-то там, ну, такие более глубокие исследования. То, наверное, мы это увидим, спросим там, внесем у себя, отметим. Но в целом у нас такого прямо маячка, что должен быть какое-то количество обязательно иностранных инвесторов, его нет. Но мы, безусловно, в этом заинтересованы. То есть иностранные инвесторы, они же помимо прямых вложений несут еще технологии. А технологии, ну, вот как раз то, о чем Олег Николаевич сказал, это то, что нам сейчас интересно, развитие высокотехнологического производства, в том числе с участием иностранного капитала. Спасибо вам большое за интервью. О территориях опережающего развития на Дальнем Востоке говорили студии РБК «Приморье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова